Всё, что душе угодно. Ульяновск вновь встретил большую ярмарку. На проспекте Гаевых. Одной день сотни желающих приобрести натуральную продукцию от местных фермеров. Привезли картошку на ярмарку с Целинского района, села Старе Алгаши. Выращиваем сами, трудимся. У многих уже появились постоянные покупатели. За ароматными перепечами национальной уральской выпечкой выстраиваются очереди. С грибами, индейкой, сыром, картошкой. Пекут изделия, не отходя от прилавка в передвижной печке. Открытый пирожочек, корзиночка такая вылепливается из теста, без дрожжей, без всяких добавок. И туда наливаются разные начинки абсолютно. Всё на месте печки выпекаем. Ну, местные, железнодорожного района. Фермер из Целинского района «Надежда» привезла на ярмарку лук-сивок, морковь и картофель. Но главная её гордость – огромные вкусные тыквы. Секрета выращивания таких гигантов нет. Главное – любить землю и своё дело. Всё зависит от земли, от качества земли. Если удобрения есть, то как бы навоз. Больше других удобрений мы не пользуемся, только навозом. Самое лучшее, мне кажется, это органическое удобрение. Поэтому тыквы бывают разные. Всё зависит также, когда сажают, от сроков посева. Мясо и рыба, овощи и фрукты, молочная продукция – всего торговали со 188 машин. Ульяновцы начинают готовиться к Пасхе, поэтому большим спросом пользовались куриные яйца, сахар, мука, мёд. К тому же можно было не только купить продукты, но и согреться горячим чаем, кашей и блинами. За культурную программу отвечали творческие коллективы города, которые исполняли русские народные песни. С тяжёлыми сумками покупателям помогали волонтёры. В следующую субботу ярмарки пройдут в Ишеевке и Чердаклах. А 25 марта сельскохозяйственная торговля снова пройдёт в Ульяновске, уже на улице Минаева. Анна Тищенко, Улправда ТВ.